Пастырское служение Да, спасибо И приветствую, кто онлайн подключается уже Да, уже вижу, 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 слава Богу, что подключаетесь Вот, и также, кто потом в записи будет смотреть, тоже приветствую всех Христиан разных конфессий, разных деноминаций Приветствую, потому что тема эта, она общая для всех, так или иначе Без исключения Кстати, в православной семинаре у нас тема была пастырское богословие Даже учебник был такой, еще в советское время был издан, кстати, он малым тиражом Но был такой учебник, да, именно пастырское богословие Интересно было И журнал издавался, но, правда, не у нас, а за границей В как мире, будем так говорить Но в СССР попадал, так вот, нелегально Журнал называется «Русский пастор» И в 87-м году, в 88-м я впервые познакомился с этой темой И с этим журналом «Русский пастор» Это журнал выпускников Джордан Вильской в США Православной духовной семинарии Он издавался, вообще-то, на другом побережье На западном, именно там в Лос-Анджелесе Но сама семинария находится на восточном побережье Известная старая семинария православная В США одна из таких, ну, в русскоязычном мире самая, наверное, известная семинария Вот, однозначно Ну, конечно, Нью-Йоркская семинария гораздо больше Значит, и влиятельней Вот, и в Нью-Йоркской семинарии православной, Свято-Владимирской Я был как раз тоже на общении Но это межконфессиональное общение тоже на эту тему Пасторство как раз И пасторство, пасторство Пасторское служение Для меня это очень тоже важная тема Вот, и для тех, кто Для наших братьев Тоже я как раз говорю Потому что эту тему Я надеюсь, все наши священнослужители тоже посмотрят Особенно те, кто собираются Влиться в ряды тоже православного обновленческого движения Реформаторского Потому что на самом деле это очень ответственное и очень важное служение Но тема эта, она касается так или иначе Любого верующего человека Потому что пасторство Это на самом деле Гораздо больше, чем мы можем себе представить Это лидерство Это наставничество Это то, что В общем-то каждому Для каждого верующего Допустим, родители, они являются пасторями своих детей Пасут своих детей Муж пасторем своей жены Ну и тоже детей дома своего И мы все пасем друг друга Но есть особое служение Пасторское служение Я имею мало опыта практического пасторского такого Но я имею опыт и традиционного православного Тоже пасторского священнослужения Вот И такого реформаторского Православного обновленческого служения Тоже имею некоторый опыт Вот тоже хочу этим поделиться Из истории христианства Моя любимая тема – история церкви Поэтому я приготовил, конечно, примеров пасторства Как хороших, так и плохих примеров Как раз из истории христианства Чтобы мы о пасторском служении Могли видеть не только Во-первых, конечно, из писаний Не только из учений Но и из практики Из истории церкви Из опыта двухтысячелетнего уже опыта христианства И пасторство Служение пасторское Положительные опыты И отрицательные опыты Как в православных ветвях В православных ветвях христианства Так и в католических церквях Так и в протестантских церквях Много очень примеров Очень интересных героических примеров Пасторского служения Много примеров и негативных К сожалению, тоже Но все надо это знать Для того, чтобы действительно Примеры отрицательные нам нужны тоже Для того, чтобы не судить людей Да, там, кого-то Осуждать современников Или кто уже ушел в вечность Но не допускать ошибок Какие они допускали в своем служении Чтобы быть на чеку Вот И даже не только тем людям Кто несет непосредственно служение пасторское Вообще Я считаю, эта тема важна для всех Чтобы мы друг за друга молились И особенно молились за лидеров Молились за служителей Эта тема меня лично вдохновляет Молиться за служителей христианской церкви Ну, всех там конфессий Всех динаминаций За священнослужителей Пасторей Лидеров Старейшин По-разному Есть разные наименования Пресвитеров Разные наименования Епископов Но Суть одна Человек за людей Молиться за человеков Идущих впереди Ведущих за собой людей Чтобы Не было так Вот как Иисус говорил В той такой Негативной такой притче Что если слепой ведет слепых за собой То попадает в яму Вот такой плохой пример Но тоже очень важный Чтобы мы знали Что если Действительно Ведет за собой Слепой Человек духовно И Он ведет за собой Слепых людей То есть И никого нет Кто рядом бы Как-то хоть подсказал Допустим Да, элементарно Что мы не туда идем Не той дорогой То Судьба Вот этого сообщества Этого общины Или этой конфессии Да, да Если по-большому даже Брать То очень печально Вот Но есть и хорошие примеры И в Писании Хорошие примеры пастырства Пастырского служения И в истории христианства Много очень хороших примеров И сейчас В современной жизни Очень много хороших примеров Пастырского служения Вот Есть на кого равняться Слава Богу Есть Кого вспомнить Добрым словом Из тех кто уже ушел Вечность Есть на кого равняться Сейчас Сегодняшних служителей Можно назвать Очень много хороших Слава Богу Успешных И В разных отношениях Да Слава Богу Вот И Опять-таки Взирая на кончину жизни Многих из этих Пастырей Многих из этих Служителей церкви Служителей христовых Мы Действительно Можем подражать Их вере Следовать Тоже Подражать Их вере И Знать что Иисус Христос Вчера И сегодня И вовеки Он тот же самый Спасибо тебе Господь Благодарю тебя За Эту тему О пастырском Служении Божия Пусть и Слово Твоего И Из истории Христианства Из современной Жизни христианской Каждый из нас возьмет И сегодня И в эти дни Уроки Господь Пастырского Служения Помоги нам Учи нас Господь И молиться За пастырей За лидеров За служителей Божия Во имя Иисуса Христа И Особенно Молю тебя За тех Кто Внутри себя Вот Ощущает Осознает Вот это призвание От Бога Призвание К пастырскому Труду Помоги Господь Братьям Сестрам Действительно Вот Следовать За Тобою И То К чему-то Призываешь Господь Да осуществится Пусть никакая Суета Пусть ничто И никто Не сбьет С пути Истинного Твоих детей Во имя Иисуса Христа От падших И падших Боже Прошу Тебя Господь Восстанови Господь Ты знаешь Как Восстановить Братьев Божи Которые Спотнулись Которые Где-то Заблудились Боже И молю тебя Особенно За тех Кто Также Пусть даже И не призван Тобой Но несет Служение В церквях Господь Ведет за собой Будучи слепым Ведет за собой Людей Господь Молю тебя Пусть Эти люди Они переживут С тобой встречу Пусть они Прозреют Пусть они Господь Боже Не в яму Ведут Слепых А прозревших Ведут Царство Твое Во имя Иисуса Христа Благодарю Тебя Пасторе Начальника Нашего Благодарю Тебя Господа Иисуса Христа Благодарю Тебя Потому что Ты и сегодня Тот же Самый Аминь И без Тебя Господь Мы ничего Не можем Сделать Но с Тобою Мы сможем Сделать Все Аминь Вот Первое Тимофею Четвертая Глава С 12 Стиха Читаю Кстати Крест У меня Такой Восьмиконечный Сейчас Такой Православный Ортодоксальный Крест Я делаю Такой И Иерейский Крест Он похож Когда священника Руку благают Православного Да То традиция Современная Такая Вручает ему Такой Серебряный Такой Серебреный Крест Такой Восьмиконечный И на обороте Этого креста Там есть надписи Вот как раз Вот это Местописание Только Ну оно Пишется Там Такой Вязью Такой Как бы Плохо читается Порой Но именно Это местописание Оно Обозначено На кресте Каждого Священнослужителя Интересно Очень даже Да Вот И Начиная Вот с этого Со второго Со второй части Этого стиха Первая Тимофея Четвертая Глава Девенадцать Получается Б Но будь Образцом Для верных В слове В житии В любви В духе В вере В чистоте Вот эти слова Я помню Когда Меня рукоположили В священнике Вот в девяносто Первом году Это было Последние месяцы Были Советского Союза И Я помню Как вот Вот эти Как раз Вот эти слова Павловы К Тимофею Читал Размышлял Рассуждал И знаете Вот Я до сих пор Помню Вот это переживание Друзья Один из Но я похоже Буду говорить об этом Подробнее Уже завтра Наверное Одно из Главных Вообще В служении Пастырском Критериев Призванности Призвание От Бога Да Это когда Ты Не корости Ради Не Карьеры Ради Ничего Когда Ты Готов быть Слугой Готов Положить Душу Свою За Ближних Своих Интересно Мы однажды Рассуждали Тоже и в нас В церкви На эту тему Как раз О пасторах О миссионерах Особенно Как раз Те кто Идут на миссию Вот И знаете Такая мысль Оформилась В общении У нас Что Я тоже Высказывал Не раз Уже потом Что Наверное Моральное И Право Быть Миссионером И Быть Пастором Служителем И лидером Идти вперед Есть у человека От Бога Тогда Когда Действительно Ты Это понимаешь Что Ты готов За этих людей Кому ты проповедуешь Ну Отдать жизнь Реально Ты за них Готов Душу положить Вот Ты их любишь Вот И Если Ты Не имеешь Внутри этой любви К ним Да К этим людям То Ну Не знаю Говорить к ним Слово Быть Пастором Быть Служителем Быть Миссионером Это неправильно Уже И вот эти слова Вот Я хочу Как раз В самом начале Прочитать Пусть они будут Эпиграфом у нас Но Будь Образцом Для верных В слове В житии В любви В духе В вере В чистоте Вот Собственно Вот Вся тема Пасторского Богословия Если так вот Говорить Она как бы Есть расшифровка Вот этих вот Ну Слов Короткого Стиха Второй части Этого стиха Вот Шаг за шагом Если вот мы Прочитаем Вот это все Вот То это собственно Есть наше пастырство Есть наша тема Собственно Да Конечно Примеров много Из писаний Много других Есть текстов Но Я думаю Что это Как раз Самое Будет основное Вот И Друзья Пастырь Начальник Наш Это сам Господь Иисус Христос Это Первый Петра Да Вот как раз Место писания 5.4 Пастырь Начальник Красивое Такое слово Вот Переведено Интересно Пастырь Начальник Ну да Начальник Пастырей Вот И Он самый Главный Самый Главный Пастыр И Он сам Себя Назвал Пастырем Да Вообще Посланник Евреям Вот Начальник И совершитель Веры Иисус Христос Он Начальник И совершитель Веры И Для Всех Служителей Во все Времена Вот За все Эти два Тысячелетия Нашей Истории Христианской Так всегда Было И есть И будет До самого Второго Пришествия Его Вот Он Самый Пример Большой Я Допустим Тоже Из истории И православной Церкви Католической Протестантской Много таких Примеров Хороших Интересных Нашел Но Знаете Все равно Я понимаю Так Что даже Самые Хорошие Примеры Эти Пастырские Которые Можно Привести Это Это Все равно Несовершенные Примеры Они Будем так Говорить Или я был Даже Подобный Нам Человек И Петр И Павел И все Апостолы И Все Служители Ну все Люди Писания Они Так или иначе Они Действительно Были Людьми Были Людьми Вот Со своими Недостатками Ошибками Промахами Единственный Пример Для меня Стопроцентный Пример Пастора Пасторский Пример Идеальный Пример Это сам Иисус Христос Пастор Начальник И начальник Веры И совершитель Веры Для меня Это так И я думаю Что с этим Все согласны Так или иначе Но Каждый Из нас Взирая На него Именно Потому что Если мы смотрим Даже на хорошие Примеры Из прошлого Да Из Библии Допустим Даже Даже из Библии Служителей Берем примеры Из истории Христианства Или современной Жизни нашей Берем много Хороших примеров Тоже Для подражания Но все равно Если мы Очаровываемся Да Как бы Захвачены Примером Человеков Как к сожалению Ну там еще В четвертом Пятом веках Даже Пасторология Собственно Возникла Даже наука О пасторстве И значит И действительно К девятому веку Если исторически Так проследил Так интересно было К девятому веку Оформилась Это Как отдельно Богословская Даже дисциплина А пасторология Да Учение о пасторстве Интересно Вот Но Знаете Все равно Когда взираешь На человека Вот Есть какая-то Недостаточность Недостаток Всегда есть Какие-то ошибки Всегда есть Какие-то промахи Не идеальный пример Сто процентов Вот Но Самый идеальный пример Пасторства На все времена На все века Это сам Иисус Христос Поэтому Взираем на него И помните Когда Я рассказывал Пример там Как раз Когда У вас был Тоже В семинаре Один из примеров Вот Как раз Со змеями Там Да Значит Когда Они там Люди были Вышедшие из Египта Были укушены Многие Да Вот И у них был Лишь один Способ спасения Да Это взирать На этого медного змея Да И на это изображение Взирать И Они были Спасены тогда Вот Нельзя было Смотреть на Друг на друга На Моисея В конце концов Даже при всем уважении К нему Как к пророку Божьему Да Служителю Нет На Аарона На кого угодно Можно было смотреть Но Все равно Яд змеиный Работал бы И убивал бы Человека Но Единственным был Спасением Путем спасения Это взирать На вот это изображение На этот образ Вот И Иисус сказал В третьей главе Иоанна Да Значит Что в пятнадцатом стихе Как Моисей Вознес змея в пустыне Так должен быть Вознесенную И сыну человеческому Дабы всякий верующий В него не погиб Но имел Жизнь вечную И дальше Вот это 16 стих Ибо так Возлюбил Бог Мир Так что Дамы и господа Братья и сестры Взираем на начальника веры И совершителя веры Иисуса Христа Совершитель веры Еще Есть разный перевод Тоже смотрел Вот как раз И Тоже На телефоны На гаджеты Наши Да мы можем Скачивать Библию с номерами Стронга Смотреть как раз По номерам Стронга Интересно очень Разные варианты Есть Переводов Слов Исторические Всякие там Справочки Бывают Вот И Как раз Один из Вариантов Возможных Перевода Совершитель веры Это как Совершенный верующий То есть как бы Как образ Совершенного Верующего Один из Вариантов Перевода Интересно очень Мне понравился Образ Совершенного Верующего То есть Если хочешь Видеть образ Совершенного Верующего Да Посмотри на Иисуса Христа Одним словом Не на даже его Друзей апостолов Не на его маму Не на его там Еще кого-то Из последователей А на Иисуса Христа Вот И в этом действительно Наше спасение И я понимаю Что каждый Пастор Каждый человек Который призван К этому служению Да У него Просто задача Идти по сути По воде Идти По Невозможному Будем так говорить Любое служение Наверное невозможно Без Господа Однозначно Но Наверное В пасторском труде Вот Из опыта Из примеров Многих Очень я вижу Что это Ну однозначно Что Вот ты взираешь Только на начальника веры Совершителя веры Иисуса Христа Слава Богу И В деяниях 3.15 То есть Начальник веры Это евреям Да Мы записали Да 12.2 Деянием 3.15 Написано Что он Начальник жизни Сын Божий Да Начальник жизни Иисус Христос Начальник жизни Тоже По сути Для всех нас Для всех живущих Выход Это взирать На Иисуса Христа Евреям 12.2 Это начальник И совершитель веры Иисус Христос А Деянием 3.15 Начальник жизни Ну там говорится Что да Что убили Начальника жизни Вот Но сего Бог Воскресил Там говорится Вот Слава Богу Вот И А 1 Петра Давайте лучше Прочту даже Там просто Есть такой текст Хочется прочесть Именно Да 1 Петра 5 глава Сейчас Да Прям с 1 стиха Даже Прочтем Там До 11 стиха Там есть Такой текст Интересный Пастыри Пастыри Ваших Пишет Петр Здесь Хотя Опять таки Да У нас Пастыр Один Господь Сам Он Начальник Пастырей Все Значит Бог ставит Пастырей Служителей И вот Пастыри Ваших Пишет Петр Здесь Умоляю Я Сопастырь Вот Сопастырство Вот это вот Знаете Очень важно Осознавать Особенно Если ты призван К служению Вот Пастырскому Да То Понимать Что ты Сопричастенный Ты Сопастыр То есть Есть много Других Людей Которые Несут Это служение И вот Это уважение К другим Сопастыр Как Сопастырем Да Это очень важно Из практики Тоже Это архиважно Вообще Вот Он осознавал Себе Петр Как Сопастыр Написано И свидетель Страданий Христовых И соучастник В славе Которая Должна Открыться Пасите Божие Стадо Какой У вас Надзирая За ним Вот Надзирая Кстати Вот Многие Слова Греческие Да Которые Там Указаны Вот По номерам Стронга То Они Порой По разному Переводятся Но Пресвитер Допустим Да Епископ Но Есть Значение Это Надзиратель Это Блюститель Это Вот Именно Как раз Наблюдатель Значит Пастух В конце концов Да Можно так Перевести Пастух Но Именно Как Надзиратель Блюститель Наблюдающий Окормляющий Вот Здесь написано Должно Открыться Да Надзирая За ними Не Не Принуждению Не Принужденно Но Охотно И Богоугодно Не Для Гнусной Корысти Но Из Усердия И Не Господ Потому Что Вот Если Для Корысти Да Вот Самая Большая Беда Вот Как раз Еще Этот Янгус Помните Еще За сто лет До Лютера При Течи Реформации Да Он Писал Уже Из тюрьмы Писал Письма Своим Друзьям В Прагу Но Он уже Понимал Что Его Уже Не Отпустят Оттуда Вот Его Уже Полгода Держали В этих Застенках Инквизиторы И он Понимал Уже Человек Уже Видел Что Его Живым Не Отпустят И он Писал Письма Такие Исповедальные Что Ли Он Писал Письма Ну По сути Прощаясь С друзьями Там Тексты Такие Что Наставления Последние Дает Такие И Как Завещания Некоторые И вот Интересно В своих Письмах Как раз Из Застенков Он Писал И Значит Что Он Прощает Всех Там Кто Обижал Все Но О себе Пишет Что Он Пришел В служение Вот Пасторское Служение С неправильными Мотивами Изначально Были у него Неправильные Мотивы Он Ну Как бы Кается В этом Да Пишет Осознавая Это В тюрьме Уже Осознавая Что Его Изначальные Мотивы Были Неправильные Он Хотел Устроить Свою Материальную Жизнь Ради Вот Как написано Здесь Гнусной Корысти Вот Ради Этого Он Собственно Он Пошел Но Он Так Был Научен В принципе И Он Видел Примеры Тоже Священнослужителей Которые Просто Устраивают Свою Материальную Жизнь А Он Сам Был Простым Пареньком Пас Гусей У себя Там В густенце Вот И Там Через Одного Все Гуси Все Вот Он Ваня Гусев Ян Гус Вот Значит И Он Понимал Что Для Простого Паренька Безродного Совершенно Небогатой Семья Совершенно То есть Ничего Не светит Вообще В жизни Особенно В то Время Знаете Ли Да Феодализма Там Ну Так И Будешь Всю Жизнь Крестьянином Значит Коль Не уродился Там Дворянином Значит Да Значит Ну Шансы Попасть туда Выше Общество Было Ну Это вообще Один из миллионов Может Вот И Но Был вариант Вот такой Стать Батюшкой Стать священником Вот Как в советское время Говорили Не хочешь работать Иди в милицию Вот Значит И Он пошел Вот Батюшкой Вот Подумал Так Паренек Такой Смекалистый Был Прикинул Думает Ага В принципе Значит Тяжелее Кадилы Ничего не поднимешь Вот Значит Особенно На работе Их особенно Не видно Батюшек Значит Денежка Все время В кармане Вот Вроде Как бы Ты не дворянского Происхождения А перед тобой Шапки ломают Значит В пояс Кланяются Вроде Как бы Почет у тебя Уважение Значит Вроде Как бы Почти дворянское Ну И все Значит Парень смекнул Значит Да И вот Пошел в семинари Память была у него Очень хорошая Хватал все на лету Вот Учился в Праге Он Он думал У него там Свои были планы Что в гусенце У себя там Значит Там В церквушке Будет Батюшка Иксенцем Будет служить Себе Значит А ему Предложили Еще лучше Карьеру Вообще Там В самой Столице Остаться Вообще В Праге Вот Для парня Из провинции Вообще Это Ну Это была Вообще Перспектива Такая Да Еще Значит Там Почет Такое Уважение Он писал Интересно Уже будучи В застенках Он писал Что Да Он осознает Что мотив Его был Неправильный Изначально Но Он Описывает Вот момент Своего Духовного Возрождения Встреча С Господом Она была У него Через Вот Через Писание В общем-то У него Произошло Вот так Вот именно Через то Что он Ну Переживал Вот это Обращение Через Писание Через Священное Писание Вот И Он стал По сути От традиционализма Путем Таким пошел К евангелизму Да К евангельской вере Уже такой Он Он так и оставался Ведь Католическим Священнослужителем В то время Не было там Никакой другой церкви В то время Нельзя было там Выйти из одной Там допустим Конфессии В другой Там все В западной Европе Только вот одна была Католическая церковь Все Вот На востоке Там православные церкви В принципе Было такое Моноконфессиональное Такое все такое было Много конфессий Вот Другие все были Под запретами Потому что было все Под властью Императорской Вот Но он Будучи традиционным Священником С одной стороны Он пошел Вот таким путем Евангелизма И когда Там в Констанции Его Осуждали Ну его по сути Вынуждали Его же не прямо За стенок сразу бросали Вот Это уж потом Его поначалу По хорошему То есть Как бы Так вот Да Пряником Не кнутом Вначале пряником Его Вот И значит И Всякими посолами Вот Ну думали Что Как бы Ну чешский Священник Да С маленькой С маленькой страны С маленького народа Сейчас А ему сейчас Что-нибудь посоветуем Ну как бы Посолим Что-нибудь такое Вот он и купится Вот А казалось бы Простые истины Простые евангельские истины Но которые открылись ему Вот Они уже Ну горели в его сердце Он понимал Что церковь Это не просто Иерархия Как вот Тогда учили Ну я говорил об этом В лекциях по истории Христианства Помните Да Да Он взирал на начальника веры На пастыря начальника Взирал на начальника веры Совершителя веры Иисуса Христа Вот И Взошел на На свою долгову Будем так говорить Да На костер Вот пример Понимаете Для меня тоже хороший пример Такой Вот Когда молюсь За Людей Которые несут Служение Казалось бы В христианских церквях Разных Да Вот Но Не будучи призванным По сути По совести Богом Призванными Людьми А еще хуже Мамоной Значит Да У меня пример Есть вот Яна Гуса Да Он был таковым Но Плевелом Как бы Да Сорняком На огороде Царства Божьего Но Господь не даром Сказал Пусть все растет до конца До кончины веков Потому что Бог дает Шанс Даже самому Злому сорняку На огороде Царства Божьего Стать Злаком Добрым Злаком Слава Богу Вот И Яну Гусу Вот таким образом Повезло в жизни Да Слава Богу Человек вот Обрел Евангельскую веру Вот А Если Вообще Человек вот Ради корысти Да Служит То Он на самом деле Он несчастен Тогда Получается Потому что Если надеемся Вообще Даже на Христа Только лишь В этой жизни земной На Бога И только лишь Устраиваем Только эту земную жизнь То мы несчастнее Вообще Всех Вообще Самые несчастные Люди Тогда уже Получается Так И вот написано Дальше Но Из усердия Из усердия То есть По Богу усердия Да И не господствуя Над наследием Божьим Но подавая Пример Стаду Потому что Вот Примеры тоже Хоть отбавляй И в истории христианства И в современной жизни Вот Пастерская тоже Много примеров Есть Господствовать Да Вот Такой Пример Да Ну Не знаю Ну Самые страшные Примеры Конечно Это вот Такие Тоталитарные Такие примеры Знаете ли Вот Такие вот Религиозно Мафиозно Такие коррумпирно Большие структуры Какие-то там В протестантизме В католицизме В православии Но Больше всего Конечно Сейчас вот это В православии Католицизме Вот Самые страшные Примеры Конечно Вот Да Когда Господствуешь Ты Над людьми Давишь Ну оно в принципе Это не проблема Не конфессиональная Это проблема Она Ну так или иначе В разных конфессиях Но есть другой Да Пример Подавать пример Стаду В 87 году Вот почему я решил Стать священником Тогда Вот В православную семинарию Пойти Стать священником Почему решил Был пример Вот Пример в жизни у меня Ну так У всех наверное бывает Да Вот Какой-то пример И у меня был пример В жизни Одного очень Такого Хорошего священника Вот Это был Отец Иоанн Такой Протеерей В Орловской Тогдашней Брянской епархии Орловской Брянской епархии Да Отец Иоанн Квитович Вот И Я там В самом Городе В Орле В начале В храмы ходил Да Я старался Прибиться Как бы К храму Вот К служению Значит Постарался Пообщаться Со священниками С одним С другим Там У нас В Орле Несколько храмов Было действующих Тогда Три храма Было Четвертый даже Четыре храма Было действующих Но этот храм Значит Понимаете Городские храмы Я пытался общаться Как молодой человек Пытался общаться Со священниками Но К сожалению Я Это видел Вот Что Люди Ну Были Не призванные Вот Ну не возрожденные Явно Вот О чем угодно Интересно было Священникам Говорить этим Но только не о Христе Только не о Божьем Слове Вообще Не о Боге Вообще Вот И Понимаете ли Некоторые бабушки Были Вот Искренне Да Они вот так вот Как бы Даже когда им там Что-то рассказывал Там Из Евангелии Да Там некоторые плакали Бабушки Вот они вот Видно что они Переживали что-то Да И вот Со слов этих бабушек Я слышал Что вот там В селе Там есть такой Отец Иоан Старенький священник Вот он Верующий священник Вот они так говорили между собой Так вот это верующий священник Да Говорили Они сами так говорили Ну мне так интересно А кстати в семинаре Такой был даже анекдот Значит да Когда Я запомнил Что значит На приходе бабушки встречаются И одна другая говорит Маня представляешь Там нового священника Представили Молодой Красивый Поет хорошо Все правильно Даже верующий Говорит Вот Такой даже Даже анекдот Даже А то у меня анекдот был То из реальной жизни Я послушал там Что бабушки нам Суда что-то О чем И вот Там есть отец Иоан И при том Я в разных храмах Получается Слышал Примерно одно и то же Что отец Иоан Вот тот верующий Священник Ну я думаю Надо найти этого отца Иоан Туда значит В село поехать Вот значит Я приехал туда В село Значит там А там значит Отконечный троллейбус Она была Еще там По грязюке Там километров 5 Значит там По бездорожью Туда не было Там дороги даже не было Вот значит До этого храма Вот Там понятное дело В храме никого нет Пришел на вечернее служение На все ночное Вот Батюшка Бабушка там Эта ключница Вот значит И И вот я Нарисовался В храме Вот и вся Все ночное Вот Батюшка там Молится Вот И мне Помню так вот С первого же раза Мне так очень понравилось Как он молится Вот Было видно Что он в это вкладывает Вот Ну Своё сердце Вот реально Он Не просто Повторяет Те же самые молитвы Которые и повторяли И городские наши священники В котором я приходил Те же самые слова В принципе Знакомые уже мне Прекрасно Но Он их Так повторял Он так и говорил Что было видно Что он это От сердца говорит Вот Не просто там Значит Это Повторение Да Как попугай Там попка Какой-то Нет-нет А вот он действительно Он это все От сердца И больше того Там Пару раз Я видел Что он там И в алтаре Там И там было Приоткрыто Видно Что он На колени Становится Там И плачет Там И молится И вообще Ну мне так понравилось Это очень сильно И я стал туда ходить Тем более Что раз там Особенно никого не было Ну днем там пришел Там уже Утром там уже было Побольше немного людей Там человек 10 Может было тогда Вот Бабушек тоже Местных пришло И пару там еще С города Знакомых уже Бабушек мне пришло Вот Ну и я стою Это молодой человек Значит там Вот И Он меня сразу Приметил Вот я Благоставинник Взял у него Вот так Сережа говорю Зовут Серожа Меня Серожа Называл Серожа Он сам Западной Белоруссии Кстати Еврей Западной Белоруссии И вот По призванию Действительно Ну такой Очень хороший священник Вот И Их два товарища Было Охо